Привет, друзья! Боливия и Россия изучают возможность расширения соглашения по литию за счет включения в него производства побочных минералов и металлов. Об этом сообщили в Боливии. Цитата. Мы хотим охватить большую часть производственной цепочки. Мы знаем, что солончаки – это не только литий. Там есть магний, натрий, калий – разные элементы, которые также можно использовать в промышленности. На первом этапе фокус сделан на литии, потому что у него самая большая добавленная стоимость в данный момент. Однако есть предложение и логично улучшить процесс производства, добывая другие продукты, которые имеют коммерческую ценность. Обе стороны намерены получать и другие побочные продукты. Цитата. Мы должны прийти к соглашению, чтобы увидеть, могут ли быть сделаны инвестиции и оценить рынок для этих побочных продуктов. Новостей много. Новости вроде бы все разные, но все про одно и то же. И знаете, прежде чем мы начнем, про все поговорим. Про ракеты, про Израиль, про решение или ордера этого пресловутого Международного уголовного суда, угрозы все аннексировать, большой кипиш на Украине. То есть они вроде с утра начали праздновать. У них там, даже не помню, как называется этот праздник. Короче, День Майдана. Достоинства и свободы. Господи помилуй. Вот видно, что люди одичали за 30 лет без русских людей нормальных. Ну да ладно, это тоже будет потом. Но я бы хотел начать с такого вот базового ролика, который как нельзя лучше отражает, так сказать, мое внутреннее сегодняшнее состояние. Вайб, как принято говорить про вайб, я тоже вам чуть позже поясню. Вот такой у меня нынче вайб, дорогие мои, как написал позавчера, когда, соответственно, стало известно о первом применении атакамсов по территории России образца 1991 года. Когда кто-то из таких, ну, слегка эмоционирующих телеграммеров написал, слава богу, я вчера причастился. Ну, не всем подходит, я понимаю. Ну, в общем и целом, верно. Этот ролик, он примерно про то же самое. Про диеты, про всякое планирование жизни, про всяких торопык, которые продолжают, значит, вот как эти, знаете, электрические зайцы из рекламы Энергайзера старой 90-х годов, что-то они вот колотят по барабану и кричат, давайте скорее ответим американцам, давайте шандрахнем по Лондону. Да вы не торопитесь, родные мои, не торопитесь, всему свое время. Как известно, весь мир в труху, да, может быть, потом, а может быть и не потом. Как условия сложатся, так и будут приняты решения теми людьми, цена решения которых дорогого стоит. И они, мне кажется, в отличие от всех комментаторов, экспертов и просто праздной публики, которая выплескивает свой страх или свое безделье, или вот то, как они маются от бессмысленности в своей жизни в социальных сетях, вот есть большая разница, они за всех отвечают, люди, которые принимают решения, точнее, один главный человек, который принимает решения, вот он отвечает за всех. И за нормальных, и за нездоровых, и за левых, и за правых, и за красных, и за белых. Поэтому не торопитесь, всему свое время. А вообще должен я сказать, несмотря на превратности судьбы, несмотря на переменчивость международного климата, наш добрый русский народ остается невероятно счастливым. 79% россиян чувствуют себя счастливыми, согласно опросу в ЦИОМа. Ну, я, конечно, сделал бы известную скидку на то, что опрос делается именно в ЦИОМам. То есть эта структура за последний год, наверное, ну, как минимум за последний год отметилась неоднократно очень странными цифрами. Но, тем не менее, вот в данном случае мне хочется им верить. 79% много-то или мало? Слушайте, 21% тех, кто несчастный, или, или... Вот я бы оставшийся 21%, наверное, разделил бы тоже на две неравные части. Есть те, кто однозначно осознает себя несчастными. И это люди, которым, скорее всего, нужна уже помощь профессионалов. То есть для того, чтобы человек, вообще вот любой человек, осознавал свою глубокую несчастность, ну, это то, что на медицинском языке называется депрессией. А с депрессией в одиночку справиться, как правило, не получается. А еще вторая часть из этого 21% — это те, кто не рыб, не мясо, и, в общем, не могут про себя однозначно сказать. То ли я счастлив, то ли я несчастлив. Признать, что я счастлив, ну что, я идиот, что ли, быть счастливым? Вообще выражать ощущение счастья, по крайней мере, вот наглядно для окружающих, это очень не по-русски. В России это не принято. Ну, как бы является абсолютно общим местом и банальностью то, что русские, как правило, не улыбаются. Почему? Ну, вы попробуйте на морозе поулыбаться. А у нас мороз на большей части территории страны — это примерно 7-8 месяцев в году. Ну, а потом в привычку входит. Ну и вообще, ну и вообще, если ты широко улыбаешься, вот как американец, ну, это злить окружающих. А что ты улыбаешься? Ты над чем смеешься? Может, ты надо мной смеешься? Ты над соседями моим смеешься? Над мамой смеешься? Тоже на всякий случай. Поэтому, в общем, мы ходим с таким строгим выражением лица. А внутри, может быть, у нас птицы поют. А внутри, особенно когда, ну, добрый социолог подходит, вот с правильными там «здрасти, извините, пожалуйста», это опрос общественного мнения, и так ласково там девушка по телефону из колл-центра и спрашивает тебя, скажите, Василий, а вы счастливы? И Василий говорит, да, да, теперь я однозначно счастлив. Вот так, наверное, эти цифры и получаются. Вот. Ну и слава богу, и слава богу, особенно счастливы себя, наверное, отечественные миллиардеры. Москва вошла в топ-5 городов мира с наибольшим числом долларовых миллиардеров. Значит, главная позитивная новость, которую неплохо было бы, ну, так, осмыслить, может быть, даже обсудить, может быть, даже провести голосование, но я не буду этого делать, что-то я охладел в демократии, честно говоря. Ну, вот новость. Казалось бы, ну, все же здорово. Москва вошла в топ-5 городов мира с наибольшим числом долларовых, долларовых миллиардеров. Почему долларовых? Почему не евровых? Потому что не звучит. Почему не юаневых? Тоже не знаю. Почему не дирхамовых? А вообще-то российские миллиардеры, я предполагаю, основные свои денежные активы, но то, что у них именно вот то, что называется в кэше, вряд ли хранят в долларах. Можно попасть под раздачу. Они же либо все, либо почти все находятся в американских санкционных списках и вообще не имеют права владеть долларами США. Но, тем не менее. Значит, на первом месте по числу миллиардеров находится город Желтого Дьявола, город Нью-Йорк. Там живет 144 миллиардера. На втором месте город Гонконг. Город контрастов, я должен вам сказать. Это вообще место, где самые дорогие подземные парковки в мире. Несколько лет назад там на аукционе продали машина-место, машина-место, где стартовая стоимость была 350 тысяч американских долларов. За машина-место, повторяю. Так, Сан-Франциско. 87 миллиардеров. Четвертое место, ну, почти что русский город Лондон. 78 миллиардеров там живут. И в Москве 77 долларовых миллиардеров. Немножечко досадно. Значит, я полагаю, нам либо одного миллиардера, либо даже лучше двоих, нужно в Москву как-нибудь залучить. Это нейтральное слово. Я не имел ничего плохого. То есть вот лучить их как-нибудь там в подвале не надо. Пусть просто приезжают и спокойно живут на Рублевке. Вот тем более, что да, отлично в Москве, мне кажется, жить. И в Московской области, если так можно Рублево-Успенское шоссе назвать, тоже жить очень даже неплохо. И тогда мы будем, мы будем на четвертом месте. И будем же гордиться с вами, правильно ведь? Вот вы будете гордиться? Я, наверное, буду. Вот если бы в Москве жило бы не 77 долларовых миллиардеров, а, допустим, 79. 79. А 80 для ровного счета еще лучше. На самом деле, все это, говорится, не для чистого истеба, не для того, чтобы заполнить эфир. Несмотря на то, что с официального окончания советской власти прошло целых 33 года, большой срок, левые настроения в российском обществе по-прежнему достаточно сильны. Они приняли, естественно, такую очень своеобразную, мифологизированную форму людей, которые ну, трезво оценивают там свой советский опыт, либо советский опыт своих старших, родных. Там, ну, это было хорошо, это было плохо, пломбир был вкусный, а чешская обувь была похабная, и за ней нужно было в очереди стоять. Таких людей почти не осталось. Человеческая память таким странным образом устроена, что она, ну, наверное, 90% воспоминаний просто вот стирает. Естественно, жесткий диск, он имеет некоторое ограничение. А те 10%, которые, ну, как нам кажется, вот-вот, вот живы, как бы у нас в голове, в сердце, и мы до сих пор там переживаем. Вот на помойке, допустим, человек видит какой-нибудь там ржавый велосипед-орленок, и у него на сердце теплеет, и он вспоминает себя, там, какого-нибудь семилетнего, который на этом орленке несся по деревенской тропинке через колхозные поля в сторону станции, где, не знаю, что где, просто вот ехал в сторону станции зачем-то. Все не так. Все устроено совершенно не так. Но, тем не менее, двигаясь вот в этой своеобразной какой-то человеческой инерции, да, левые настроения достаточно сильны в стране, патерналистские настроения сильны в стране, довольно большое число добрых россиян имеет какие-то личные, непрерывно личные претензии к так называемой власти, власть должна, вот власть им вот по жизни должна, почему им должна власть спустя 33 года после окончания Советского Союза, ей-богу, я никогда не понимал. Вот я на этот счет никаких иллюзий, например, никогда не испытывал. То есть, вот я помню, когда спускали советский флаг, вы же помните, вот это вот, вот ужасные совершенно кадры. И в принципе, в общем, как бы для меня там все было понятно. Вот до, вот после, все, проехали. Все кончилось. Нравится, не нравится, дальше все по-новому. Не так, не так. Все равно власть всем все должна. Хорошо. И вот рядом с этим таким очень своеобразным патернализмом живет и глубокая неприязнь к богатеям. Ну, кто-то их называет капиталистами, особо неуравновешенные продолжают, значит, требовать, построить какой-то новый социализм, но к богатеям народ в массе своей относится не очень. Почему? Я тоже не очень понимаю. То есть, ну, вот, например, что касается вот этих 77-долларовых миллионеров, которые прописаны в Москве, или в Московской области, миллиардеров, извините, вот меня в ухо поправляют, потому что миллионеров в Москве как собак нерезанных. Каких там 77? Я думаю, даже не 77 тысяч. Я думаю, что вообще некоторые утверждают, что в Москве живет по разным оценкам не менее 200 тысяч долларовых миллионер. Миллионеров, миллионеров нет. И это не только те люди, которым наследство досталось бабушкино четырехомнатная квартира на улице Тверской, бывшей Горькова. Нет, нет. Вот из этих 77 человек не все, причем абсолютное меньшинство, более того, стали, вот попали в этот социальный статус совсем не потому, что они участвовали в так называемых залоговых аукционах, потому что в залоговых аукционах принимало участие, ну сколько там, 9 человек, ну хорошо, плюс еще теневые владельцы, которых не показывали по телевизору, там 20 человек, а тут 77. Стало быть, оставшиеся 57 человек нажили свои долларовые миллиарды, ну на чем-то другом за 33 года. Но мы их мажем одной краской, у нас лишней дополнительной краски, вот с каким-то вот отдельным понтоном, ее нету. Раз ты миллиардер долларовый, ну значит ты гадина и мразь. Конечно же. И я, честно говоря, людей за это совершенно не склонен осуждать, ну по крайней мере слишком сильно. Потому что ну если бы эти люди, ну или скажем вообще вот класс очень богатых людей, класс сверх богатых людей, если бы их мораль, если бы их этическая система была устроена немножечко по-другому, а если бы общественный консенсус требовал, требовал бы от них немножечко другого демонстративного поведения, немножечко другого уровня демонстративного потребления, то и относились бы к ним, я думаю, совсем по-другому. Совсем по-другому. Я не, вот совершенно я не буду сегодня называть никаких фамилий, но, но прекрасно помню, как в 2022 году, когда война уже шла по-настоящему, когда она уже стала тяжелой, кровавой, помню, как один из этих людей, входящих в список из 77-долларовых миллиардеров, получал с голландской верфи новую супер-яхту, ну, предоплаченную до, конечно же, и что же ему теперь скажете, отказываться, я не знаю, что ему нужно было делать, не знаю, но помнят, что его пресс-служба, а там большая пресс-служба, высокооплачиваемые специалисты, даже никак не стала комментировать это, ну, потому что не ваше собачье дело, на свои деньги имею право покупать хоть две, хоть 22 яхты, ясно вам? Так они думали, прошло почти три года, а немножко все поменялось, немножечко все поменялось, яхты перестали покупать, ну, или, скажем, покупают, их и не показывают, хотя, где на них плавать-то, где, в районе Дубая, ну, в общем, довольно смешно, но для того, чтобы мы читали подобные новости с другой тональностью, либо воспринимали их нейтрально, либо с умеренным оптимизмом, я повторяю, люди должны поменяться, вот не те миллионы, десятки миллионов людей, которые по-прежнему к богачам не очень, а те относительно немногочисленные супер богатые люди, ну, как-то, как-то должны измениться. Не знаю, не знаю как, вот советов точно давать не буду. Значит, еще одна смешная, наверное, новость, которая меня поразила, причем так хорошо поразила, это фигура нового американского министра образования. А кто-то скажет, что это очередная клоунада, кто-то скажет, что, ну вот, видишь, мы-то на самом деле Катехон, мы, значит, сохраняем, так сказать, гармонию в мире, а у них там все не пойми как. Для радиослушателей объясню, значит, она возглавляла, по-моему, ассоциацию армрестлинга и принимала участие, ну, конечно, в постановочных, шуточных таких боях на ринге, ее били по мордасам и она падала, она вот теток бьет по мордасам и они тоже падают. Все веселятся, всем смешно, но все по приколу, все классно. Министр образования. Вот в чем культурный разрыв, и я даже не знаю, преодолим ли он или нет. Если бы мы увидели нечто подобное ну, в середине 90-х годов, а мы, в общем, подобные вещи видели, да, это был шок. Причем это был шок настолько сильный, что бывший советский человек даже не знал, как на это реагировать. Особенно, значит, люди с подвижной психикой говорили, что, ну, надо вести себя так же. Некоторые подражали таким крайним формам американской публичной политики, американской публичной общественной жизни, другие начинали, значит, двигаться вот в той парадигме, которую озвучивал покойный Задорнов со своей репризой про американцы, они тупые. Да нет, они не тупые, они просто немножечко другие. Вообще, как бы, вот их культурный бэкграунд принципиально отличается от нашего, и мы за 30 лет вполне себе это осознали, относимся к этому достаточно спокойно. Вот сейчас прошли выборы, но мы и на Трампа смотрим совершенно не теми глазами, которыми смотрели на него перед его первым президентским сроком, и на людей, которых он выдвигает в свой кабинет, тоже смотрим, но не взглядом такого обывателя из Восточной Европы, который не видел ничего подобного. То есть, тут ведь достаточно внимательно прочитать биографию всех этих людей, а биографию всех значительной, интересной, по крайней мере. Вот ключевые лица в кабинете избранного американского президента, знаете, от кого они принципиально отличаются? Нет, не от наших министров, с ними я просто не буду сравнивать, потому что это не очень правильно, не очень корректно, потому что мы с Америкой, как ни крути, находимся во враждебных отношениях, что это мы наших министров будем там с кем-то сравнивать? Наши? Российская, значит, отличная. Учили меня в детстве, правда, говорили не про российская, а про советская. Российский министр завсегда лучше американского министра. Но вот если сравнивать министров американских с министрами, скажем, европейскими, то что бросается в глаза? А какая-нибудь коллективная Урсула фон дер Ляйен это человек без биографии, это серая мышь, это люди, которые всю свою жизнь занимались, ну, так называемой партийной работой. Причем партийная работа в их версии, она принципиально отличается, ну, от биографии, допустим, Михаила Сергеевича Горбачева, который тоже, в общем, нигде не работал, а с молодых ногтей был тоже на партийной работе. Другая партия, другая работа, другая мера ответственности. Ко власти в США пришли люди с биографиями. Мало того, что они молодые, возраст, мало что значит, на самом деле. Важно, что у человека, так сказать, в анамнезе, что у него там за плечами осталось, а там за плечами у многих война, служба в армии, работа в серьезном бизнесе, соответственно, очень высокий уровень ответственности за принимаемые решения, то есть это люди, которые к власти готовы, это люди, которые власть воспринимают как нечто абсолютно естественное, и у которых, у каждого из них причем, колоссальные личные амбиции. Я почему про это вспомнил? Потому что, ну, чем больше читаю всякую аналитику про то, а как будет все развиваться, это касается и вот нынешнего там ракетного кризиса, шандарахнем мы значит по НАТИ или не шандарахнем, или нам нужно дождаться января месяца, когда принесет присягу Трамп и все рассосется. Вот я чем больше читаю подобные комментарии, тем больше удивляюсь. С чего кто-то решил, что все рассосется? По моему разумению, все начнется совсем по-тяжелому. С января 2025 года все будет так интересно и временами так страшно, что мы о президентстве Джозефа Байдена младшего будем вспоминать с ностальгией. Потому что в кабинете Байдена да, были вот те самые безликие протократы, которые всю жизнь по большому счету там делали карьеру, угождали тем, кто их крышует, решали свои вопросы, но точно не страдали никаким мессианством, в отличие от тех людей, которые к власти в Америке приходят прямо сейчас. Я не зря показал вот этот смешной, а на самом деле очень не смешной ролик. Меня не покидает такое изрядно подзабытое чувства, которые я вынес из своего далекого советского детства. А у меня в детстве наверное было пиковое уровень истерии и страха перед ядерной войной. Вот я это точно, я это физически просто помню. Вот это витало в воздухе, это было в каждой программе время, которую показывали вечером на центральном телевидении. Вот это возвращается. Честно говоря, мне это не очень нравится и я не очень понимаю, как с этим мы будем жить. Готовы ли мы с этим жить? Ну, впрочем, посмотрим. Писатель, главный редактор сайта Альтернативы Телеграм-канал Андрей Ваджра. Подписывайтесь. Андрей, приветствую вас. Здравствуйте. Ну что, сегодня праздник у ребят на Украине. Я, правда, честно говоря, не очень представляю, как, я причем без всякого сарказма это говорю, не очень представляю, как люди могут что-либо отмечать, ну, вполне себе отдавая отчет, что именно вот с ноября 2013 года и началось то страшное десятилетие, в котором Украина и пребывает. Ну, вроде, некоторые считают, что все движется к финалу, я там не столь оптимистичен, думаю, что еще предстоит помочиться маленько, но тем не менее, как вы думаете, в украинской исторической мифологии день Майдана, это правда дата, это правда некая точка отсчета, или все это существует исключительно в головах политологов на зарплате? и то, и другое. Сначала некоторые вещи существуют в головах политологов на зарплате, а потом с помощью пропаганды мощной вот эти вот нарративы вбиваются в голову населения. И тогда получается гармония по-украински. Тут же понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что многие из тех, кто скакал на Майданах, отскакал эти два Майдана, и многие из тех, которые, если не скакали лично, но всей душой эти Майданы поддерживали, они до сих пор действительно думают, что это были самые лучшие времена народного волеизъявления. Они, вы понимаете, вот 30 лет, более 30 лет украинской независимости это 30 лет какого-то такого распада, развала каких-то подлостей больших и маленьких, каких-то мерзостей, грабежа непрерывного, непрерывной деградации. И ведь народ же это все видел, и видел, и чувствовал. Отсюда же такая любовь к евроинтеграции, отсюда такая ненасытная такое нестремление покинуть любым способом территорию Украины. И я говорю не про нынешние времена, я говорю про все годы независимости Украины. Вот успешный украинец это тот, который покинул территорию Украины успешно. Тогда он успешный украинец, и он оттуда любит Украину. но тут же проблема в чем, что на этом фоне сплошного негатива есть два светлых пятна, как им кажется. Вот все было плохо-плохо, и тут народ, и тут эпический народ восстал, и вот оно, вот оно, вот оно, народное счастье, Майдан. Все братаются, все дружно поют песни, все бухают. Я ходил по этому Майдану, и по первому, и по второму. Ну, это было очень странное зрелище, но я понимаю тех людей, у которых мозги сдвинулись на почве Майдана, ведь ничего другого, по сути, они вспомнить не смогут. Ничего другого у них нет. А теперь представьте, вы приходите и говорите, а вы знаете, что ваши Майданы уничтожили Украину? По факту. Вот вам кажется, что Украина еще есть, а ее уже нету. Пациент уже как бы все. Вот скоро отключат систему жизнеобеспечения, и все, пациент как бы можно будет, да? А они вам не поверят, потому что как? А тогда ничего не остается в жизни. Сзади, за спиной в прошлом ничего не остается. И в будущем ничего. То есть первая мысль, Майданы это просто спецоперация западных спецслужб, Майданная пехота это просто расходный материал западных спецслужб и олигархата украинского, бороться за власть. И третья позиция, да, получается, это то, что мы своими руками уничтожили страну. Причем уничтожили буквально. Залили ее кровью. Ну как вы сможете этих людей убедить во всех этих вещах? Нет, они будут вот с этой мифологией жить до конца жизни. Потому что тогда надо пойти просто и повеситься. По-другому не получится у них. Вот и все. Среди так называемых трезвых украинских спикеров, политологов такой вот нарратив появился. Но я просто как бы в силу работы читаю, слушаю, мне любопытно. вот они уже активно говорят о новой пересборке Украины. Говорят, вот это будет какая-то четвертая Украинская республика или пятая. То есть, ну, я понимаю примерно, как они их там считают. То есть, это такой косплей Франции довольно смешной. Как вам кажется, это отражает, ну, я не знаю, там, просто наивную веру людей в то, что черная полоса должна закончиться и дальше все будет хорошо. Либо они понимают, что катастрофа неизбежна, а после любой катастрофы, вот насколько бы она чудовищна не была, все равно, в общем, начнут там сооружать из руин, ну, хотя бы какой-нибудь коровник или какой-нибудь сарай для жизни. И так или иначе возникнут некие формы там или государственности или самоуправления, возникнут новые политические фигуры и прочее, и прочее, и прочее. Условно, граждан Украины можно разделить на две категории. На тех, которые абсолютно тупые и до сих пор не понимают, что проект Украины уже все. Это финиш, как бы это финал, кровавый финал, причем, посыпанный пеплом. А вторая категория, они, скажем так, ну, не полные дебилы. просто как бы натыкаясь непрерывно на факты, хочешь не хочешь, ты вынужден для себя признать, что все, проект Украина все. И тогда вот в головах вот этой вот интеллигенции, я так понимаю, вы вот эту беглую тусовку, которую любят с Арестовичем, там, беседы его вести, я так понимаю, вы ее имеете в виду. Вы экстремистом, извините меня, я же должен, да, проговорить. Да, да. Вы знаете, это как бы такая вот уже агония интеллигенции украинской, или, по крайней мере, интеллигенции, которая не хочет быть, которая, по сути, своя русская интеллигенция, но хочет, страстно, хочет быть вырусью. Вот он сидит и тебе рассказывает, и рассказывает, что он украинец на чистом русском, литературном языке. Некоторых я знаю просто еще с юности. Учился с некоторыми вместе. Не поверите. Я просто знаю этих людей. И с некоторыми я общался, они не знали кто, я с ними общался. Достаточно забавные персонажи. Вот. И я понимаю, что это русские люди, абсолютно русские. Там украинства близко нету. Близко нету украинства. Вот они садятся кружком вокруг Арестовича и начинают рассуждать, какие они какие они украинцы, какие они европейцы, сколько у них там республик было, сколько у них республик будет. Причем они прекрасно понимают, что разрушено все на Украине. Вот все, что было создано советской властью и императорами российскими на Украине, все разрушено уже, по сути. Ничего нету. Более того, общество разрушено. Да? Половина страны сбежала. Сотни тысяч, если не больше миллиона уже, уже по могилам лежит. И они садятся, и вот на фоне вот этого вот, что-то такого среднего между кладбищем и моргом, они садятся и рассуждают, какие перспективы будут прекрасны у этого кладбища и морга. То есть до этого было кладбище номер один, кладбище номер два под названием Украина, а сейчас они построят прекрасное, комфортабельное, красивое кладбище номер три или там номер четыре. Я даже не углубляюсь в этих рассуждениях, их пересчеты, потому что это все полная фигня. Но это как бы дурочки собираются и пытаются компенсировать по сути полную свою недееспособность. Причем некоторые из них, я не буду озвучивать, они прекрасно понимают происходящее, прекрасно понимают, но у них не хватает ни смелости, ни совести сказать открыто то, о чем они думают. Некоторые, которые уже покинули территорию, они позволяют себе некоторые вольности, да, мыслительные, потому что они же считают, что они не рабы, они свободом мысли украинского происхождения. Но это все комично, это все убого. Это вызывает презрение, прошу прощения. Вы, наверное, видели, на днях была опубликована очередная карта раздела Украины, не помню, то ли из какого-то немецкого средства массовой информации, то ли британского, не суть важно. Они появляются регулярно, и, в общем, схема остается более-менее неизменной. Значит, одна восточная часть пишется, это территории, которая к себе присоединит Россия. Я, в общем, тут не возражаю, у меня только там возникает один вопрос, а чему так мало? То есть даже по Днепру, мне кажется, как-то вот не совсем правильно рисуется карта, ну да ладно. Большая часть территории обозначается как некая независимая подконтрольная Россия и Украина, где будет пророссийское правительство, где будут стоять российские военные базы, и будет, соответственно, вот подавляться весь оставшийся украинский дух. И самая крайняя западная часть, это, значит, видимо, Карпаты, там будут, вот они были обозначены непризнанными территориями. То есть вот, вот я не понял, то ли там будет вестись партизанская война, то ли русских туда не допустят, то ли русские скажут, да тьфу на вас, десять раз, нам это и не надо. Как думаете? Ну, хорошо, вот если я правильно понимаю, нить, уловил нить вашего рассуждения, украинский государственный проект, он в очередной раз, в общем, обернулся кровавым холодцом, и пытаться его реанимировать или пересобрать, но он просто расползется в руках, потому что холодец, он и есть холодец. Но территория-то большая, людей-то много, и некие формы самоорганизации вот на руинах бывшей независимой Украины все равно же, наверное, могут возникнуть или нет? Какое будущее вы видите? Сергей, вы пытаетесь совместить несовместимые вещи, вы пытаетесь совместить украинцев с самоорганизацией. Это очень, это очень смелый такой ход. Давайте возьмем... Нестору Ивановичу Махно, ну, в какой-то части это удалось, поэтому... Чего уж сразу отказываться-то? Подождите, Сергей, я согласен с вами. Если вы говорите о такой форме украинской самоорганизации, как банда, то, наверное, да. Почему? Крестьянская освободительная армия, почему сразу банда? А потому что это традиция украинская. Если говорить, когда речь заходит о действительно украинской самоорганизации народной, то это называется банда. Или организованная преступная группировка. Это единственная возможная форма самоорганизации тех людей, которые называют себя украинцами. Но если вы говорите о государстве, то не было еще прецедентов строительства успешного государства под названием Украина. Не было. то есть все вот эти вот варианты, да, вот которые там их называют Украина 1, 2, 3, это все было построено чужими руками. Это не украинцы строили. А потом просто то, что кто-то чужое, ну, для них чужое, скажем так, построил, они это объявляли Украиной и жили на этом, пока все вот то, что было построено до них не заканчивалось. И тогда заканчивалась сама Украина. Вот у них это как бы циклично все, вот все вот эти приходы, да, возьмите прошлый век или возьмите допустим там казачьину, да, вот это вот когда там казаки резали поляков, евреев, вот, когда у них было свое казацкое государство, но чем это все закончилось это это ничем не закончилось это все ушло в ноль когда закончилось то, что было построено поляками на этой территории вот, они поняли, что пора куда-то присоединяться и присоединились к России побежали в Москву просить царя причем не с первого раза потому что царь смотрел на это все происходящее там и понимал а зачем нам этот геморрой прошу прощения это ж он так подумал это ж сколько мне надо будет солдат да, для того чтобы вот окончательно вот отбить у поляков все это это сколько надо будет денег чтобы вот это вот все восстановить царь не сразу согласился его упрашивали Хмельницкий ему угрожал что уйдет к другому хозяину к Турции и тогда процесс сложный был понимаете прошлый век да прошлый век 20-й то же самое приехали из Галиции некие персонажи и заявили что они теперь украинцы и украинская власть да центральная рада кто это вообще это было скупище проходимцев они объявили Украину но этой Украины надолго не хватило потому что потому что на этой территории которую они обозвали Украина шел тотальный хаос вот та самая организация о которой вы говорили банды 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 эти сидят балаболки в Киеве да в центре Киева значит и балаболят 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 рассуждают какие-то там документы подписывают что-то там красивые речи потом немцы пришли их же сначала это большевики пришли немцы да как немецких они вернулись в Киев опять балаболят там резня идет грабежи идут хаос везде немцы смотрели на это смотрели сказали так все заканчиваем зашло 10 немецких солдат разогнали все вот это вот балаган и как бы посадили нового правителя везде Скоропадского то есть оно же все циклично 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 причем хуже и хуже то есть вот это вот 91 года Украина это что такое это значит русские построили значит начиная там после гражданской после великой отечественной и до 91 строили 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 собирали копили значит это благоустраивали 91 год некие персонажи мутные объявляют Украину теперь это все наше и мы теперь будем это все пилить и вот эти 30 с лишним лет вот эти персонажи мутные там уже они меняются но процесс продолжается идет распил неприжимно Украины а потом пришли американцы и сказали все так мужики заканчиваем теперь мы все будем воевать против России теперь ваша главная задача это убиться о Россию вот просто напрочь убиться а эти сказали так кормить же сейчас будут американцы придут нам все построят мы же все растащили разломали а сейчас придут американцы с европейцами и построят нам тут ЕС а американцы пришли и просто устроили бойню сколько там осталось уже украинского населения никто не знает их давно уже не пересчитывают а сейчас тем более пересчитывать вот и все вот собственно говоря вся эта вот странная история поэтому когда сейчас с картами вылазят вспомнили историю значит Переяславской Рады ну потому что тогда был царь Алексей Михайлович а сейчас Владимир Владимирович и скорее всего рассуждают в Кремле да примерно так же а вот оно нам надо там до Карпат вот это вот все да и сколько солдат нам нужно там держать да и сколько денег нужно вколотить обратно значит это все построить возможно так рассуждали возможно так рассуждали как вы говорите в начале а когда все вот это вот закрутилось да когда это все уже как бы ну втянулось сейчас уже вряд ли эта логика воспроизводима потому что вот эта клоака которая там образовалась ее оставлять нельзя ни в коем случае нельзя оставлять но ни при каких обстоятельствах потому что это непрерывная угроза и не имеет значения в какой форме это будет потому что пророссийская Украина рано или поздно обречена стать антироссийской но это функция вот украинство оно создано только для этого его опять-таки надо знать историю это надо экзистенцию знать украинскую чтобы понимать почему вот это все происходит и почему есть вещи которые изменить невозможно оставьте хоть где-нибудь в каком-то какой-то форме нечто под названием Украина и это превратится в такой русофобский зоопарк это нельзя оставлять ни при каких обстоятельствах поэтому на мой взгляд вот это вот варианты с какой-то там пророссийской Украины вряд ли я очень сильно сомневаюсь я думаю что мы просто заберем то что принадлежит нам то что является Россией испокон веков а то что скажем так ну заселено населением странным с психической точки зрения но я думаю что если кто-то его отдаст там полякам румынам венграм и так далее то наверное никто на это обижаться не будет и даже вот эти сами вот эти люди которые там при Карпатской да в Украине живут они же будут счастливы им нужен хозяин они без хозяина не могут как они как они будут жить без хозяина это не в принципе для них невозможно поэтому если придут поляки если придут венгрии это будет для них замечательно тем более что там многие уже с польскими паспортами сидят и копытцами стучат им хочется в Европу а русские хозяевами быть не могут слушайте но у нас ментальность другая Сергей мы не хозяева мы братья вот разница между нами европейцами и теми же украинцами галичанами которые были выдрессированы европейцами у них либо я уже говорил не раз об этом либо раб либо хозяин там других вариантов нету а у нас душа мы так воспитаны еще с момента возникновения православия мы братья почему империя российская такая гигантская и так долго существует потому что в этой империи все равны вот разница западные империи вертикальные на вершине западных империй это господа белые господа в пробковых шлемах а внизу все аборигены на которых они плюют которых они грабят и убивают миллионами это западный вариант империи а российский вариант империи это вариант огромного дома в котором много комнат и в которой каждая из этих комнат заселена каким-то народом и все эти народы живут в гармонии еще раз повторяю если бы этой гармонии не было мы бы не существовали тысячу лет не существовали это русский это русский код интеграционный код это русская ментальность это русская культура которая объединила разные часто очень противоречивые народы в единое целое ради совместного сосуществования гармоничного сосуществования этого в принципе нигде больше нет Андрей спасибо вам большое Андрей Ваджа аналитик писатель главный редактор сайта Альтернативы телеграм-канал Андрей Ваджа он очень верно сделал вывод я абсолютно с этим согласен ключевое отличие заключается в том что всякий кто хочет быть русским может просто объявить себя русским русский Продолжение следует...